Молочный показатель, окончательный перечень и внушительное судо. Для молодых специалистов в два раза увеличили сумму льготного кредита. Какой объем займа? Вкусно и точка. Вопросы организации школьного питания рассмотрели на заседании Бобруйского горисполкома. Оставляется должный контроль со стороны руководителя учреждения образования. Есть или не есть? По маршруту истории. Белшина 30 лет назад и сейчас. Мы благодарны тем, кто стоял у истоков создания. Чем живет предприятие сегодня? Жертва или преступник? Белорусов продолжают разводить на деньги. Почему молодежь отчаянно соглашается на сомнительные предложения? Нужны были деньги на жизнь. Счастливые голоса. Бобруйский продолжают открываться новые детские площадки. Именно эта точка притяжения позволяет отвлечь наших ребят от современных гаджетов. Где прописались игровые комплексы? Не забывать. Бобруйский прошел митинг-реквием, посвященный Дню Всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Почему важно помнить о страшных событиях? Для того, чтобы никогда больше война не повторилась. Триумф народного творчества. Бобруйский готовится к международному фестивалю «Винок дружбы». Посмотреть коллективы других стран и себя показать. Чем будут удивлять? Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Дзержинский район. На карандаше у президента сельскохозяйственная и социальная тематика. Первым делом глава государства ознакомился с выполнением поручения по строительству современных молочно-товарных комплексов и посетил один из них. Александр Лукашенко отметил, тема новая и объект один из 20 подобных в районе, строительство которых профинансировано за счет столицы. Однако не исключено, что подобная практика распространится на другие регионы. Это самый дешевый комплекс в стране. Это для нас очень важно. По стране мы в этом году больше сотни комплексов вводим. Поэтому нам надо четко понимать стоимость этого мероприятия. И если у вас действительно, а это, наверное, так, и мне мэр Минска говорит об этом, получился самый дешевый молочно-товарный комплекс. Второе, надо тиражировать по всей стране эти комплексы. Нам не надо, чтобы какая-то тут архитектура супер была и так далее. Хорошая архитектура, хороший комплекс. Подняли достаточно над уровнем. Как у нас обычно строили фермы, то вода вся стекала к этим фермам и они разрушались. Мы его приподняли. Красивый, нормальный проект. Мы его будем тиражировать по всей стране. Вот две проблемы. Спасибо минчанам, что они со своего бюджета профинансировали 20 комплексов тебе. Это большая поддержка. Второе, что мы их должны тиражировать по всей стране. Но подведя черту, хочу сказать, что от комплексов мы не отойдем. Если кто-то там парится и хихикает, что вот опять комплекс. Опять, потому что, я полагаю, здесь все молоко экстра. То есть с самым высоким качеством. Ну так это же питание людей и детей наших. Совместить приятное с полезным. После Александр Лукашенко принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Президент подчеркнул, белорусам следует ответственнее подходить к своему здоровью. А также выразил надежду, что подобные объекты появятся во всех районах. Глава государства ознакомился с возможностями спортцентра и сделал символический первый удар по мячу в матче между ветеранами футбола Минской области. Минута молчания. В Бобруйске прошел митинг «Реквием». Четыре утра многолюдно. Руководство города во главе с председателем горисполкома Игорем Киселем и председателем горсовета депутатов Ириной Рынейской, директора предприятий, организаций, представители силового блока, общественных объединений и обычные горожане собрались у братской могилы советских военнопленных, чтобы вспомнить о тех, кто безвинно погиб в годы Великой Отечественной. Именно в этот ранний час фашисты цинично напали без объявления войны. Минута молчания, скорбная тишина в память о людях, которые так и не смогли увидеть мирное небо. Мы, живущие нынешние потомки, должны все это помнить. И те зверства, которые были разведены, никогда не забудем. Но мы нынешние поколения, мы благодаря тем людям, которые погибли, мы живем в настоящее время. И эта память будет вечной в наших сердцах. Это трагический день для белорусского народа, для нашего государства, для каждой белорусской семьи. Для любого человека, который понимает, что трагедия в жизни государства, в жизни народа – это боль. Конечно, сегодня мы все должны понимать и чтить память той священной войны и память тех погибших людей, которые дали нам возможность сегодня иметь суверенную независимую страну, мирную, спокойную, развивающуюся, процветающую. Безусловно, очень важно помнить и чтить эту дату, для того, чтобы никогда больше война не повторилась. Цена, уплаченная за победу, слишком высока. Война забрала жизни более 25,5 миллионов людей. Каждый третий житель Белоруссии отдал свою жизнь за родину. Полностью или частично уничтожено не менее 209 из 270 городов и райцентров, более 12 тысяч сел. В ходе расследования, инициированного Генпрокуратурой, установлено 288 населенных пунктов нашей страны, разделили судьбу Хатыни. Долг ныне живущих – сохранить историческую память и не допустить повторения страшных событий. Калория к калории, витамин к витамину. На заседании Горисполкома обсудили тему школьного питания. Меню в учреждениях образования стараются сделать разнообразным и полезным. Среди любимых блюд учащихся – борщ, картофельное пюре с котлетой, шашлык, блинчики. Во всех нюансах разбиралась наша съемочная группа. В работе заседания приняли участие замминистра Март Нина Емельянова, первый заместитель начальника Главного управления по образованию Могилевского обл. исполкома Игорь Лошкевич. Тема очень актуальна. Это направление работы можно считать в числе приоритетных направлений деятельности учреждений образования. В наших учреждениях созданы бракеражные комиссии, советы по питанию, связь и должный контроль со стороны руководителей учреждений образования, органов управления по образованию, Бобруйского городского исполнительного комитета вместе с тем имеют место факты нарушения требований санна-питрежима, имеют место претензии по качеству питания. Поэтому сегодня мы обсудили наиболее острые и важные вопросы, определили пути их решения. В городе за меню учащихся отвечают комбинат школьного питания «Куполинка» и «Мясокомбинат». За год бесплатные обеды предоставлены 53%, это более 12,5 тысяч детей. Для страдающих различными заболеваниями и аллергии разработаны диетические рецептуры. В 2024-м на новые подходы перешли все учреждения общего среднего образования. Суть проекта – удовлетворение вкусовых предпочтений путем внедрения в рацион новых фирменных блюд. Предварительно было проведено анкетирование среди обучающихся и родителей. Анализ показал более 80% удовлетворены. В области проводится системная работа по повышению качества питания. На данный момент создана определенная система по контролю за безопасностью и качеством питания. Система образования и справиться с этими задачами, которые стоят на данный момент. И наши детки будут обеспечены качественным и безопасным питанием. В 2023-м 35-я школа вошла в почетную тройку финалистов областного конкурса «Здоровое питание с детства. Благополучие в будущем». Этот конкурс начался еще в марте месяца 2023 года. И мы с большой ответственностью подошли к участию в этом мероприятии. В положении было прописано, что повара даже должны пройти курсы квалификации. И наши повара, наши учреждения образования, они справились с этой задачей. И все они имеют соответствующие корочки. В качестве питания сомнений нет. Сбалансированный и здоровый рацион здесь в приоритете. Меню постоянно пополняется новыми лакомствами. По QR-коду ребята могут познакомиться с технологией приготовления. Главные эксперты – школьники. За обе щеки уплетают сытный обед и в унисон подтверждают – вкусно. Самое любимое блюдо – салат из морской капусты. Дополнять его стараются чаще всего мясным блюдом и картофелем пюре, чтобы это было сбалансировано, чтобы было витаминно. Всегда кормят чем-то вкусным, но мне особенно нравится, когда нам дают курицу, капусту дают. Такую тушеную капусту. Очень вкусно получается. В столовой мы идем после уроков всегда с радостью, потому что поесть вкусно можно всегда. Персонал тоже хороший, отзывчивый. Меню в школьных столовых стараются сделать разнообразным и полезным. У ребят среди любимых блюд – борщ, рассольник, пельмени, картофельное пюре с котлетой, бабка, шашлык, котлеты из мяса птицы, блинчики. Меньшей популярностью пользуются рыбные изделия – овсяная каша, омлет, молочный суп, тушеная капуста. При этом активно популяризируется здоровое питание. Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы модернизации и переоснащению пищеблоков. В этом году приобретено 17 единиц холодильного, 19 единиц технологического, 8 единиц прочего оборудования. Елизавета Липеева, Кристина Арианц, Юлия Вернер, Максим Калинин, Станислав Чечерин. Итоги недели. Отдых под контролем, устойчивое развитие и белое золото. Средний надой молока за пять месяцев этого года увеличился более чем на 8%, что поспособствовало отличным показателям. Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. В ближайшее время будет утвержден перечень разрешенных видов деятельности для ИП. Минэкономики продолжают работу по разъяснению законодательства. С момента подписания закона поступило более 400 обращений от бизнеса. Основной вопрос – кому можно сохранить статус? Остальным до 1 января 26-го необходимо масштабироваться в юрлицо, стать ремесленником или перейти в самозанятые. Средний надой молока за пять месяцев этого года увеличился более чем на 8%. Объемы производства социально значимого продукта растут, ровно как и продажа. Модернизация отрасли с инвестициями в строительство современных МТК и перезагрузка уже существующих. В том числе и сбалансирование рациона дают свои плоды. Воловое производство молочки по стране – почти 4 миллиона тонн. Для молодых специалистов в два раза увеличили сумму льготного кредита. Так, объем займа теперь – 30 бюджетов прожиточного минимума трудоспособного населения. Это порядка 13,5 тысяч рублей. На полученную сумму можно приобрести любой потребительский товар отечественного производства. В республике готовят изменения в законодательстве, которые касаются детского отдыха. Одно из главных нововведений – создание реестра, в котором будут обязаны состоять все лагеря. Инициатором поправок выступила генпрокуратура. В базе будут только те юридические лица, которые создадут все условия для пребывания ребят, будут соблюдать требования противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Беларусь входит в топ-30 стран по достижению цели устойчивого развития. Это 17 взаимосвязанных задач, которые утверждены Генассамблеей ООН. Среди них – ликвидация нищеты, голода, борьба с изменением климата, хорошее здоровье и благополучие, чистая вода и энергия, гендерное равенство. Беларусь в ЦУР делает акцент на развитие регионов. Проработать все пункты страна намерена к 2030-му. На раз-два заработать немного денег без лишних усилий – мечта молодежи. За предложениями вчерашние школьники идут в сеть. Там всегда есть отличные вакансии. Особенно излюбленными стали так называемые дропы. Кто эти люди, как действуют и чем это чревато, разбиралась наша съемочная группа. Новостные ленты то и дело пестрят сообщениями об очередных жертвах киберпреступников. Статистика пугает – жертвой мошенников стал каждый четвертый белорус. Похищая деньги с банковских карт, злоумышленники не могут быстро вывести их за рубеж. Чтобы серая схема работала, нужны транзитные счета для временного хранения украденного. Кроме того, кредитки помогают скрыть факт преступления и сделать цепочку переводов более запутанной. Для этого махинаторы привлекают подставных людей. Пешек в киберигре называют дропами. Это люди, которые оформляют на свое имя пластиковые карты, а потом за вознаграждение передают их реквизиты в пользование преступникам. Какие жизненные обстоятельства у вас сложились, что вы стали заниматься подобным бизнесом? Безденежи. Нужны были деньги на жизнь. И вспомнил такого знакомого, который мне предлагал быстро заработать. Как правило, операции с крупными суммами находятся на виду. Налоговая инспекция всегда на чеку. И любые подозрительные махинации проходят тщательную проверку. Тут у мошенников есть, кого явить миру, дабы не подставлять себя. Суммы за это обычно дают небольшие, до 100 рублей. А вот наказание грозит суровое. До 6 лет лишения свободы. При осуществлении контроля за своевременным предоставлением декларации по подоходному аналогу с физических лиц за доходы, полученные в 2020-2021 годах, было установлено, что на карт счета отдельных граждан поступали переводы из-за границы, отправителями которых выступали иностранные букмекерские конторы и иностранные граждане. Согласно пояснениям, представленных данными физическими лицами, за определенное вознаграждение они оформляли банковские платежные карточки на свое имя, реквизиты которых передавали через сеть интернет или третьим лицам. Когда дело сделано, неприятным сюрпризом для владельца карты становятся налоги за совершенные операции. Зачастую сумму пошлин неподъемные для небогатой молодежи. Для этого в Бобруйском горисполкоме создана комиссия, которая рассматривает обращения конкретных лиц в рамках административной процедуры, производит оценку ситуации на предмет отнесения к трудной. Налоговое законодательство Республики Беларусь предусматривает предоставление физическим лицам льгот по уплате налогов, но только тем гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В Бобруйском городском исполнительном комитете создана комиссия, которая рассматривает обращения конкретного гражданина в рамках осуществления административной процедуры, производит оценку ситуации на предмет отнесения ее к трудной. В основном карты поддельники оформляют в коммерческих банках. Там открытие счетов – плевое дело. В госучреждениях провести незаконную деятельность намного сложнее, спасают меры предосторожности. Если к нам в банк обращаются молодые лица возраста до 20-21 года с целью открыть карт-счет, то мы предлагаем заполнить им вопросник. В этом вопроснике есть ряд вопросов, по которым мы уже можем предположить характер проводимых клиентом операций. Например, мы уточняем у клиента источник доходов. Откуда он будет получать деньги? Работает ли наш клиент? Какая сумма оборота будет проходить по счету? На какие цели он планирует тратить деньги? Планирует ли он вообще передавать реквизиты либо саму карту третьим лицам? Дропы бывают разводные и неразводные. Отличие их только в том, что последние осознают всю тяжесть совершаемых ими деяний и умышленно занимаются этим. В большинстве своем это студенты и школьники, которые испытывают нужду в финансах. Желание купить крутой телефон, не зависеть от родителей, быть в центре внимания толкает на самые отчаянные меры. Но все знают, где лежат легкие деньги. Ответственность за такие действия наступает по 222-й статье «Незаконный оборот средств платежа и или инструментов 16-летнего возраста». Так получилось, что я вышла замуж, не было денег, и брат подруги предложил сделать карточки. Я села на свои имя карты, и потом только узнала, что у меня проблемы и налоги. Эта девушка стала дропом на пару с мужем. Молодая пара прямо сейчас отбывает условный срок и выплачивает налоговые обязательства. Неужели тогда просьбы злоумышленников не вызвали подозрения? Он говорил, куда ехать, к какому банку. Мы подъезжали, или он потом подъезжал. Я на свое имя делала карту, или он давал еще сим-карту. Иногда. И, ну вот, делала карту, которую он мне говорил, и валюту, которую он говорил, выносила ему, он давал мне за это деньги. Благодаря этой мошеннической схеме я смогла заработать только 100 рублей. Сущие гроши. Оправдывает ли цель средства? Большой-большой вопрос. Это того не стоит. За этот год условки можно было заработать намного больше денег. Сейчас вспоминаю ситуацию, не понимаю, где были мои мозги. Ничего не делать и получать деньги – нереальность, в которую я поверил. Сам виноват. Одним из таких фигурантов, в отношении которого уголовное дело было прекращено, стал наш герой. Пару лет назад с ним связалась знакомая и попросила помощи. Далее история стандартная. Родственники за границей хотят перевести деньги, и для меньшего налога нужно несколько карт. На тот момент это было не очень распространено. И знакомый довольно-таки непосторонний человек. И я не знал, даже не предположил, что может быть какой-то в этом подумал. Спустя два года с молодым человеком связались уже правоохранители. Парню объяснили всю ситуацию, в которой он оказался. Однако с учетом законопослушности было принято решение уголовную ответственность заменить на административную. Бывает при изучении материалов дела, личности обвиняемого, его положительных характеристик прокуратура идет навстречу. И принимается более мягкое наказание. Уголовная ответственность заменяется на административную. Как так получилось, что вам удалось этого избежать? Так как грани нигде не привлекался, ни административный, ни уголовный, никаких правонарушений не было, прокурор прошел навстречу. За пять месяцев 2024 года в суд направлено 8 уголовных дел в отношении 8 лиц. По делам вынесены обвинительные приговоры. В 2023 году на территории города Бобруйска производилось расследование по 27 уголовным делам, предусмотренным статьей 222 частью 1 Уголовного кодекса Республики Деларусь. 13 уголовных дел направлены в суд, по ним вынесены обвинительные приговоры. По 14 уголовным делам прокуратурой города Бобруйска принято решение о прекращении этих дел с дальнейшим привлечением обвиняемых к административной ответственности. Прокурору предоставлено такое право в соответствии с статьей 30 Уголовного кодекса Республики Деларусь. Молодым людям предлагается рассказать о совершенных ими преступлениях в трудовых коллективах, для того, чтобы в дальнейшем не повторяли таких ошибок люди. Семь раз отмерь, во главе угла последствия. Если предложение о работе выглядит слишком заманчивым, чтобы быть правдой, значит это ловушка. Если вас уверяют, можно поиметь большие деньги, прилагая минимум усилий, это ловушка. Если для получения работы вам нужно предоставить свою банковскую карту, это ловушка. Если вам предлагают работу от компании, о которой нет никакой информации, это ловушка. Если супервыгодное предложение поступило через социальные сети или электронную почту, и отправитель вам не знаком, значит это ловушка. Кристина Ариянс, Роман Костюков, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. На радость детям. Три новых игровых комплекса открылись в Бобруйске. В Первомайском районе новая площадка расположилась в одном из дворов перспективного микрорайона Киселевичи. Улыбки на лицах, радостный смех и праздничная атмосфера. Игровой комплекс манит к себе ребят. Горка, качели, турники. Каждый найдет что-то по душе. Для малышей песочница и различные забавы. Упор на безопасность. Специальное покрытие не даст получить травму. В восторге не только дети. Взрослые счастливы не меньше. Я не раз отмечал актуальность открытия данных детских площадок, потому что именно эта точка притяжения позволяет отвлечь наших ребят от современных гаджетов. Здесь они могут пообщаться со сверстниками, скатиться с горочки и провести великолепно время. Ленинский район порадовал жителей сразу двумя новыми игровыми комплексами. Площадки прописались во дворах на Коузана 40 и социалистической 115. Все, что нужно детворе – турники, качели, горки. Для спортивных забав – баскетбольное кольцо и футбольное поле. Это находят положительные отклики среди горожан, анализируя социальную обстановку. Это, наверное, некое место, которое объединяет детей, где можно познакомиться, можно поиграть, можно отвлечься от благ современной цивилизации. Хотелось бы обратиться к гражданам. Бережное отношение, бережное отношение, потому что, опять-таки, анализируя социальные сети, мы видим, что это не всегда так. А ведь благосостояние – это наше общее достояние. На Первомайский район планы амбициозные. Впереди открытие еще четырех детских площадок. В Ленинском до 29 июня разместят пять. К слову, по итогам смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Белоруссии за прошлый год, город для жизни – лидер. Ориентир на развитие. Белшина 30 лет назад и сейчас – небо и земля. Предприятие совершило колоссальный скачок. Сегодня компания уверенно чувствует себя на международной арене. С качеством продукции знакомы миллионы белорусов. Тысячи трудятся на благо громкого бренда. О ежедневном пути совершенства Елизавета Липеева. 30 лет. Для предприятия, наверное, это очень мало. От экспериментального участка до заводов крупногабаритных массовых сверхкрупногабаритных шин. На более 170 гектарах величественно располагается один из крупнейших производителей шин в мире. Предприятие – целый город внутри города, где трудятся свыше 7 тысяч высококлассных специалистов. Династии на предприятии, общий стаж которых насчитывает более 100 лет. И это не одна, не две семьи. Мне очень приятно подписывать приказы о трудоустройстве молодых работников, специалистов, осознавая, что их бабушка или дедушка работали на этом предприятии. А сегодня работают мама и папа. Валентина Скачкова на завод сверхкрупногабаритных шин пришла после механико-технологического техникума 40 лет назад. Тогда здесь только завершались строительные работы. Сейчас в распоряжении современное оборудование – гарант высокого качества. Начальник технического отдела признается быть частью большой истории – повод для гордости. Мы настолько преобразовались, настолько изменилась наша технология, настолько изменилось наше оборудование. Проведена была масштабная модернизация во всех производственных цехах. Начиная с подготовительного цеха. У нас сейчас имеется самое современное резиносмесительное оборудование. Мы изготавливаем резиновые смеси, не уступающие качеству мировых производителей. По чёткому ориентиру на массовый выпуск качественной продукции – главный акцент. 30 лет назад на заводе массовых шин производительность в смену достигала 120 шин, сейчас 400. Цифры стали реальными благодаря замене оборудования. Вместо 35 старых сборочных станков – 9 комплексов. Насколько при проведении техперевооружения, благодаря помощи государства и нашего президента, мы смогли достигнуть высшего качества производства наших шин. После замены и проведения техперевооружения получили положительный результат и много положительных и хороших отзывов по качеству наших шин, которые соответствуют мировым требованиям, нормативам, ГОСТам и, самое главное, требованиям нашего дорогого потребителя. Спектр на максимум. В арсенале предприятия свыше 300 типоразмеров. Шины для легковых, грузовых, большегрузных авто, электротранспорта, автобусов, тракторов, сельскохозяйственных, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин. Плоды работы «Белшины» сегодня колесят в каждом уголке Белоруссии и далеко за пределами нашей страны. На заводе крупногабаритных жин у нас реализуется проект 25-29 цельнометално-отопорных шин. Реализовано три очереди строительства. Комплексы работают в штатном режиме. Запущена в работу рентген-установка, первый пресс, это третья очередь строительства и 32-тонный кран. К концу лета мы ожидаем уже поставку первого пресса. Быть частью громкого бренда страны для молодого специалиста – мечта наяву. Бобруйчанка Алина Вихрова после окончания института вернулась на малую родину и начала свой путь по карьерной лестнице. Местом первой работы выбрала «Белшину» и не прогадала. Сюда я пришла потому, что мне посоветовали мои родственники. Сказали, что здесь есть карьерный рост на той специальности, которую мне предложили, на той должности. И сейчас я уже почти год, так сказать, добилась многих высот, на мой взгляд. В них наше будущее, горящие глаза, любовь к выбранному делу, амбициозные планы – все это о подрастающей смене. Глядя на таких специалистов, сомнений нет. «Белшину» и дальше ждет громкий успех. Для меня это работа мечты, потому что у меня самый замечательный коллектив, у меня хороший наставник, который меня постоянно направляет, начальник, который поддерживает и дает очень много возможностей себя проявлять в жизни. Вообще «Белшина» дала мне очень много всего за этот год. Эти шины готовы к любым поворотам. Команда «Профи» денно и ночь на мониторе требования современного рынка. Мимо специалистов не проходит ни одно достижение шины промышленности. Стопроцентное качество, разнообразие ассортимента, топовые новинки – все это результат высококлассной работы. Мы благодарны тем, кто стоял у истоков создания этого предприятия и будем поддерживать тех, кто вливается в наши ряды сегодня. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. «Бобруйск» готовится принять 17-й международный фестиваль народного творчества. «Винок дружбы» соберет 23 коллектива из 12 стран мира. Торжественное открытие фестиваля «В кругу друзей» начнется в 18 часов 28 июня. Программа насыщена концертными номерами. На сцене «Бобруйской арены» будут звучать как творческие коллективы города, так и звезды белорусской эстрады. К вокалам «Паразит» Тео и Ольга Рыжикова, Виталий Гордей. Шикарный салют укразит праздник 29 июня в 23 часа. Среди 500 участников творческой феерии заслуженный любительский коллектив, народный хор, народной песни имени Виктора Балаханова. Бобруйские таланты вовсю готовятся к международному фестивалю. Хотим посмотреть коллективы других стран и себя показать. Самое главное, мы хотим создать настроение, хотим приобщить нашу аудиторию к нашей белорусской народной песне. По-настоящему незабываемый вечер ждет жителей и гостей города и 27 июня. На территории монастыря в честь святых жен Мироносец возле собора святого благоверного князя Александра Невского ценителей прекрасного поразит насыщенная творческая программа с самым искренним звучанием. Вход свободный, начало 18.30. Наш праздник духовного творчества с любовью в сердце объединяет всех любителей красивой духовной, классической музыки, песен, кантов. Мы очень рады, что приблизились к этому важному для нас событию, когда соберутся все неравнодушные люди, помогающие обители, храму, в строительстве, процветания нашей обители, нашего храма и ждем всех. Программу творческого вечера скрасят заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алихно, солисты Большого театра оперы и балета Тарас Присяжнюк и Марта Данусевич, хор Всесвятский под управлением Дмитрия Токмакова, певцы Виталий Гордей и Серж. Падение вниз, убийственный фанатизм и двойной оборот. Девятилетний японец в первом мире трижды выполнил сложнейший трюк на скейте. В чем суть? Далее громкие заголовки мировых новостей. В США растет детская бедность. В 22-м более 5 миллионов оказались в нищете. Разрыв благосостояний стал самым серьезным со времен Великой депрессии 1929-го. Семьи с низким уровнем дохода не могут позволить себе базовые вещи – продукты, аренду жилья и оплату электроэнергии. Свыше 44 миллионов американцев, в том числе 13 миллионов детей, не могут удовлетворить свои потребности в питании. Более 650 тысяч человек оказались бездомными. Новый максимум за последние 16 лет. Более тысячи паломников погибли во время хаджа из-за экстремальной жары. 800 человек пропали без вести, более 3000 обратились за медпомощью. Причина – знойная погода и обезвоживание. Температура в Мекке – 52 градуса. И это только в тени. Спрятаться от палящего солнца практически невозможно. Среди жертв – египтяне и орданцы и пять россиян. Однако, несмотря на трагические последствия, люди продолжают принимать участие в ритуале. В этом году его совершают почти 2 миллиона верующих. Миграционный кризис в Британии может негативно повлиять на парламентские выборы. Королевство страдает от огромного потока переселенцев. Власти обеспокоены не на шутку. Только за последние сутки через Ла-Манш прибыли почти 900 иностранцев. Для страны – абсолютный рекорд. Однако, несметное количество нелегалов – проблема не только Лондона, но и всего Евросоюза. В мае Совет ЕС окончательно утвердил жесткую реформу. Документ упрощает порядок высылки приезжих, а также предполагает расселение по странам континента по квотному режиму. Париж потерял звание самого крупного фондового рынка Европы. Причиной послужили кризисы – политический и финансовый. Роспуск парламента и назначение новых выборов привели к беспорядкам, которые только за прошлую неделю обрушили капитализацию французских компаний на 260 миллиардов долларов. Котировки банков упали на 10%. В материальной гонке лидирует Нью-Йорк. Крупнейшие корпорации переезжают на американские биржи. Девятилетний японец стал первым в мире человеком, трижды выполнившим сложнейший трюк на доске – 2,5 оборота в воздухе на 900 градусов. Мальчику стоя аплодировал Тони Хоук – легендарный скейтбордист, впервые исполнивший маневр в 1999-м. Тогда ему понадобилось 11 попыток. После прием повторили всего 13 спортсменов. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!